Куда делись волки? Ребята, слава богу! Почему так долго? Всё пошло не так. Его нет. Мы опоздали! Тссс, тихо. А он... Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого... Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулёра нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое, Эм? Может, он забрал Джоша в шахту? Я был там. Это жуть. В шахте был обвал типа в 50-х. Шахтёры остались внутри. Эм, что это? А? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Нет, я не могу. Может быть, ты правильно сделал. Следите за ней. Я скоро вернусь. Конечно. Блин. Статус обновлён. Отчаяние. Два часа до рассвета. Так, 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 так. Ну нет, нет. А, типа, сейчас будет вы... А можно не закрывать? Нельзя. Боже мой. О-о-о-о-о-ой. Так, ладно. Окей. Где Мэтт и Джессика? Пора бы им уже появиться. Потому что Мэтт у нас выжил. Джессика, ну, скорее всего, тоже. Блин, опять тут. Всегда должны ходить по парочкам. Не было такого, чтобы ходили потры. Мэтт будет Джессика. Наверняка. Мне так кажется. Потому что если Джессика куда-то в шахты упала... Либо сейчас Майка ее найдет. А хотя, может быть, Мэтт найдет Джошу? И выживут все? Если я не наложаю где-нибудь под конец. Скорее всего, так и будет. О, господи боже. Я уже не способна вообще... Либо членораздельно говорить, если честно. Тут такая жопа происходит. Блин, чем дальше, тем страшнее. Потому что вот эти виндигы... Мне кажется, одна какая-нибудь маленькая ошибка. И все, и ту-ту. Приехал поезд. А у нас не огнемета. Ничего вообще. Чувак умер. Ну, который вот этот крутой. Который умер, да. Крутой, но он умер. Блин, а мы опять туда. Последнее место, в которое я хотела. Что, какое задание-то хоть? Проберите через лечебницу и разыщите Джошу и ключ от фуникулера. Ну, с Сэм, смотрите, как отношения повысились. Даже больше, чем с Джесс, кстати. Прикольно. Честность вообще на нуле. Что странно. Я вроде ничего такого не делала. Ну, это с Джесс. Это все последствия разговора с Джесс, я так понимаю. Так, ладно. О, черный или белый? Вот, поди, вам черный, да? Ну, кто умрет? А, это уже было. Господи. Че не лежат тут? Убирали бы их, я не знаю. Они же мне только нервы. Бередят. Так, это что? Это у нас картина, да? 52-го года. Это мы видели? Ну, давайте еще раз поднимем, на всякий случай. Да, чудесное спасение. 12 шахтеров были спасены. Все-таки я не очень поняла, вот эти каннибалы, вот эти Виндиго, это все-таки бывшие шахтеры или что-то кто-то другой? Кстати. А, вот тут, вот тут, вот тут, что у нас в упор? Волнуются за него. Эшли открыла дверь и спасла Крису жизнь. Ой, прям велика, в великое деяние дверь она открыла. Ну, хотя, если бы не открыла, он бы умер. Майк пощадил Эмили. Это было чем защититься. Эмили, нечем было ее укусили. Ничего страшного. Перед Майком возникла дилемма. Но он сделал все хорошо. Наверное. Я надеюсь. А, вот еще перевернуть можно. Эшли решила рассказать правду. Ну, поссорились чуть-чуть, но ничего страшного. Но зато, она сейчас позлится, но зато будет точно знать, что все хорошо, не будет нервничать лишний раз. И остальные, соответственно, тоже не будут нервничать. А так, это, если наша одна Эшли будет знать об этом, ну, как-то это не очень. Так, ой, здесь же, я хотела посмотреть вот эту штуку. Вот эту. Здесь что-нибудь еще обновилось? Непонятно, если честно. Что-то не меняется. Ничего. Мы вроде столько всего нашли, а тут так мало. Немного охот. Даже видно. Но однажды ночью, год назад, я все-таки поймал его на... В лесу мы дали не одни. Окей. Вроде реально столько уже нашли, а на деле как-то вот мало очень. Может, это от тотемов зависит? Потому что вот здесь же эта штучка события прошлого и тотема тут же. Тут-то нету этой хрена. Нет, нет, нет. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять тотемов еще нужно найти. Охренеть, блин. Ну ладно, я, в принципе, предполагаю, где я могла пропустить парочку. Вот там в шахте за Эмили, когда мы играли, где я сразу начала пролезать между вот этими штуками. И не сходила направо. И на снежной тропе за Майк, когда мы играли, я нашла оленячий тотем. С другой стороны, если это был оленячий тотем, значит, дальше еще тотем вряд ли нашелся бы. Наверное, там были какие-то улики, а я их прозрала. Единственное, улики тоже влияют на сбор вот этого всего, потому что, наверное, не только тотемы. Черт-то знает. Я не знаю, ребят. Я ничего не знаю. Обалдеть. Что такое? Куда делись волки? Ам. Как-то вот туда вот можно? Подожди. Че ты тут видел-то? Мне нужен ключ, наверное, будет, да? Там, кстати, только Киркат или еще что-то такое. Ой, мы сейчас огребем. Мы сейчас... У меня точно все передохнут с этими Виндиго. Там так нужно быстро реагировать. Что-нибудь не так нажмешь, и все, и пипец. Вот, кстати, лжец. Тот самый чувак, который у нас из заставочки. Ладно. Хорошо. Не торопимся. Нам пока дали небольшую передышку. Мы можем походить и смотреть. Там все такое. Я не буду ни спешить, ни это самое... О, там штучка... А, там сигарки. Но, блин, серьезно, убирали бы они вот это свечение вещек? С другой стороны, может быть, оно и хорошо, что они оставляют. Потому что есть возможность, когда ты попадаешь второй раз в какое-то место, подобрать, если что-то пропустил, осмотреть еще раз. Так что это... Ой, открылось. Я сюда не хочу идти. Так, а тут откроется? Ну, господи. Нет. Значит... Плохо. Там же подъем на второй этаж был. Че там за здание там? Через лечебницу. Просто там у нас что-то за дверкой, вот прям вот в той стороне. Вот в той. Блин, на гребаный фонарь. Ненавижу его. Вот сейчас, кстати, инвертировано. И там есть подъем наверх. Меня вообще туда пустят? Туда стоит идти? То есть вот он, подъем наверх. Мне туда надо или нет? Наверное, да, да? То есть я же должна выйти через... Ну, через лечебницу, да? А у нас был через второй этаж. Помните проход? Мы же пробирались боком-боком. Может быть, имеет все-таки смысл сперва сюда сходить, посмотреть, что тут. Может быть, мы там найдем ключ вот от этого... От этой решетки? Да иди ты, господи, дебил. От этой решетки. А может быть и нет, потому что выход уже тут. Там... Там что-то было на столе. Возможно, это орудие убийства, защиты. Самозащиты, как хотите, называйте, в зависимости от ситуации. Тотем, охренеть. Красный, да? Он же красный. Опасность. То есть наружу не ходи, башка, снег попадет, совсем мертвый будешь, да? Я верно понимаю? Ну, на улице, конечно, да, плохая идея выходить. Вот, блин. Где-то решетки рядом. Вот где это было? Непонятно, где это. Здесь вот, если я спро... Кстати, решетки. Вон они. И тотем прямо тут. Блин, нет, я не хочу туда. С другой стороны, опять же, тотем не указывает, будет ли опасность там, куда ты идешь. И вот непонятно, прыгать туда, не прыгать туда. Вот непонятно. Ну, что делать? Так, ты дверь не откроешься же, да? Это же так. Ладно, давайте попробуем подняться наверх, посмотрим, что тут. Может, тут вообще прохода нет, и нам надо туда. Я же не знаю ничего. Из здания пока не будем уходить, пока есть возможность этого не делать. Может быть, в то помещение можно будет сверху спрыгнуть. Во, кстати, да. Прям сванговала. Отлично. Мы возьмем оружие и выйдем на улицу, у нас будет чем защититься. Мне только интересно, кожа типа пули не работает, кожа очень прочная и все такое. Ну, голова-то должна быть такая же, кости-то они и в Африке, кости. Нет? Типа, что, взять? Или ты возьмешь все? Теперь найти виллы и собрать толпу. А можно все взять, простите? Ой, зажигалка! Ой! Ну, ладно, это не... У нас есть зажигалка. Помните, если мы черкнем где-то там зажигалку, мы взорвемся. Надо запомнить это. Ладно. Есть чем защищаться. Стволочка. Да, хоть что-то. Лучше чем... Знаешь, я бы напихала бы ты этих патрушков-то побольше себе в карман. Ой, боже мой! Ладно, по крайней мере, у нас теперь есть оружие и огонь. Оружие, конечно, нам не сильно поможет, но, по крайней мере, сможет откинуть эту тварь. Но мне почему-то кажется, что майк у меня подохнет. Знаете, что я заметила? Надо как-то зарубку себе такую в мозгу сделать. Если две цели, куда можно стрелять, стрелять надо во вторую. То есть две цели Виндиго и что-то еще, нужно стрелять во что-то еще. Если есть только одна цель, то есть Виндиго, стреляешь в Виндиго, чтобы его отбросить. Надо запомнить это. Надо это запомнить. Хотя вдруг какая-нибудь подстава будет, и там реально нужно будет из двух целей выбрать именно Виндиго. Блин, отстой. Блин, страшненько. Опять эти решетки. Ну как опять? Блин, а не тут ли она на меня напомню? Ну-ка, минуточку. Может быть, не стоит исследовать вот эту хрень? Че там тотемы-то с опасностью? Может, пока я тут буду втыкать вот это? Непонятненько. Если честно. Ну ладно, давай рискнем. Офига себе. Адам Уайд, Эвлен Дэниелс, Чарльз Миллер. Все, 52-й, это шахтеры. И че? То есть мне не сюда вообще изначально получается? То есть я сюда вышла на могилки посмотреть? А, слушай, там был же проход закрытый. Может быть, там теперь дрободаном жахнуть? Точнее, двустволкой? Блин, майка у меня точно подохнет. Герой, блин, чертов. Че тебе понесло-то, блин? Ой, блин, чувак. Я тебя не спасу. Если там винтиго... Одно дело просто там от чего-то прыгать, убегать. Совсем другое дело, когда за тобой вот это непонятное... Ладно. Хрень бегает. Блин, вот два сразу патрона, а один сраный замок. Я надеюсь, до тебя дошло один туда зарядить, один вытащить. Там, не знаю, вряд ли. Ой-ой-ой. Привет, другая. Да, я на тебя не нападала. Рад меня видеть, да? Привет. Я тебе очень рад. Ой, господи, жучий. Ладно, друг. Пошли со мной. Он, наверное, бы на меня напал, кстати. Значит так. Я посмотрел на карту и знаю, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Смотри, смотри, смотри. Наверное, теперь из-за того, что... Думаешь, найдем? Я не била волка. Ой, господи. Я не била волка. Он теперь меня спасет от виндиго в случае чего. Охренеть. Я надеюсь на это очень сильно. Вот, кстати, эти ссаны решетки. Ой, волчек, я надеюсь, ты мне поможешь. Господи, как хорошо, что я тогда тебя не ударила в панике. Да, паника просто мозг ломает, конечно. Ой, хоть бы ты меня... Я, конечно, буду плакать по тебе очень долго. Если тебя убьет виндиго, скорее всего, так и будет. Но он убьет тебя, мы останемся живы. Я на это очень надеюсь. Так, давай поторапливаться. Без киши решетки, но... Это не спасет, я чувствую. Господи. Ну вот. Ладно, дружок, успокойся. Никаких застрял, слышь? Что это? Непонятненько. Была, не была. Класс. Говорят, кстати, если голова протискивается, значит и все остальное протиснется. Я не соглашусь с этим. Да, Господи, в какую сторону-то это делать-то? Ладно, моя вина. Я не тот стик дергала уже от страха. Будем надеяться, что тебя это спасет, Майк. У меня есть подозрение, что ты у меня все-таки подохнешь. Знаете, я вам так скажу. Если... Просто сейчас мне... Все это, конечно, очень весело и все такое. Но если случится так, что я ввиду своей криворукости кого-нибудь убью, в данном случае Майка, я очень-очень-очень-очень быстро выйду из игры и зайду в нее заново. Пока у меня никакое сохранение не пройдет. Я так хочу, чтобы все спаслись. Серьезно, мы уже столько серий записали. Все живы, все зашибись. Ну, Мэтт и Джессика пока под вопросом, но они точно живы. Мы их наверняка найдем где-нибудь. И вот просрать при каком-нибудь, не знаю, тупом стечении обстоятельств. Не знаю, потому что... Я очень не хочу. Может быть, это будет не совсем честно. Но я надеюсь, что мне не придется прибегать, конечно, к такой... Методе, так сказать. Что тут у нас? Мы тут были вообще? Вообще не были. Первичный отчет. Пациенты поступили в медцентр Блэкведа 5 дней назад. За это время мы провели несколько физиологических и психологических тестов. Результаты просто ошеломительные. Они не соответствуют большинству наших прогнозов. Обнаруженные симптомы. Болельность, диспигментация кожи. То есть обеление кожи. Острая нехватка витамина D. Социальная дисфункция. Я же правильно поняла, да? То, что обеление. Вот, цветание. Социальная дисфункция. Период посттравматической адаптации для необычного поведения при общении эксцентрична. Агрессия по отношению к санитарам. Три попытки нападения. Одна попытка применить ногти. Ожидаемые, но не обнаруженные симптомы. Истощение цинга. Отклонение среднего индекса массы тела от нормы составило всего 3%. Ну, точно, наверное, шахтеры в этих вендиго превратились. Они же там очень долго сидели. Они наверняка начали с ума сходить и сожрали друг друга от голода. И превратились в вендиго. Они должны были умереть вообще. Обморожение. Реакция пациентов на стимулы в пределах нормы. Наоборот. Забавно. Я не переворачивала. Мне написали. Хрупкость, слабость, увеличение большеберцевых и малоберцевых плечевых костей. Плюс 2,5 см. Необычное увеличение мышечной силы. Один пациент поднимал весь вес в 326 кг. Предлагаемые действия. Поместить под тщательное наблюдение. Настоятельное рекомендованное ограничение свободы. Увеличить... Блин, здесь точки не стоит. Это очень бесит. Увеличить штат с 1 до 3 санитаров. Круглосуточное наблюдение. Ну точно, они были же. Они же там потерялись в этих шахтах. Очень долго там сидели. Жрать было нечего. Как они выжили? Они просто начали друг друга жрать. Кто-то погиб. Ну это потому что погибли те, кого сожрали. Ну и в общем-то дух вендиго вселился. Темный дух, точнее. Вселился в этих чуваков. И они стали вендиго. Так, волчек, подожди. Ах ты тварь. Бедненький-то мой. Ничего, ничего. Ну да, да, да. А что же я тут ввязался? Тебе только сейчас дошло, да, Майк? Куда, 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 волчек? Я понимаю, что туда, ладно. Слушай, а вот это плохо. А двери здесь бронированные? Были. А тут буйных, что ли, держали? Ну да, да, буйных. Именно их. Слушайте, получается, наш чувак, помните, он говорит, я поймал одного, он говорил. Возможно, он тут его держал, и он выбрался. Как раз волочка сожрал. Что-нибудь-то будет? Что это за место? Выпустите нас, мы голодаем, замерзаем. Вы за это заплатите. Немедленно прекратите эксперименты. Возможно, они начали ставить эксперименты на этих шахтерах после того, как заметили у них, как сказать, симптомы обращения Виндига, да? И начали удивляться, ставили эксперименты, соответственно. Ну и доставились, что называется. Ой. Ладно, ребят, давайте мы здесь приостановимся. Я, конечно, понимаю, возможно, серия была очень короткой. Хотя, ладно, ладно, давайте хоть куда-нибудь дойдем. Ой, волочка сейчас зажрут. Что-нибудь с ним случится обязательно. Хотя нет, 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 давайте. Я прям не хочу туда сейчас идти. Простите меня, ребят, давайте здесь остановимся. Надеюсь, что эта серия вам понравилась, даже если она была очень короткой. Простите меня. Будем надеяться, что Майк выживет. Серьезно, я не хочу, чтобы Майк подох. Потому что, ну блин, засранничество он уже себе вылечил, он уже нормальный чувак. И он такой сразу бровями, да-да-да, детка. И я хочу, пока целы все, потому что я все еще свято уверена, что Мэтт и Джессика живы. Я просто прям, не знаю, я уверена в этом. Потому что смерть Мэтта нам не показали. Что бы ему умирать-то там где-то за кадром. Джессика как бы тоже под вопросом, потому что мы видели тотемы. Соответственно, скорее всего, они там друг друга в шахтах где-нибудь найдут. Возможно, объединятся с Майком. Возможно. Найдут тело Джоша. Возможно, спасут его жопу, если он еще жив, конечно. Потому что мы же видели, там что-то его утаскивало. Так что, возможно, его еще не съели. И, в общем-то, все вчетвером оттуда убежим. С другой стороны, у нас еще, помните, вот эти дебилки вместе с Крисом во главе решили уйти. Побежать за Майком. Не знаю, мне кажется, это плохо для них закончится. Потому что мы видели вот этот тотем. Как вы помните, не в ту сторону. Вот этот, вот этот, вот этот. Нет, нет. Подожди, где тут наставления-то у нас были? Вот. Это Сэм. Я ее узнала по бриджам и по кроссовкам. Значит, ей нельзя спрыгивать. Я правильно понимаю? Видишь, здесь в обратную сторону. Оп. Наверх. Так что, нужно это запомнить. Они, видимо, куда-то там пойдут, в эти шахты. И, в общем, за Сэм не спрыгивать. Один, кстати, статом наставления остался. Боюсь, прям даже. Вот тут тоже, конечно. Вот туда, вот как понять, что здесь нужно было делать? Тут это мы сделали. В принципе, у нас остался вот этот. Это мы уже миновали. Молодцы. И вот это... Черт, пойми. Это в самом начале было. Ну, это, опять же, не намекало на то, что нельзя стрелять в белку. Это уже было. Это мы вроде как спасты. Хотя, возможно, это еще будет в будущем. Мы не знаем. Вот это не делать. Это мы поняли. Вот это непонятно тоже. Было это, не было это? Чьи-то ноги. Это, по-моему, Крис, да? На крысы похоже. Может, это еще будет, кстати? Кто знает? Здесь непонятно вообще. В скором это время не будет? Не в скором. Вот это тоже, кстати... Вот у кого, кстати, такой свитерок? Вот с... Это, кстати, Мэтт. Это Мэтт. А, это, возможно, случилось... Хотя нет, если... Это Мэтт, я узнаю по куртке. Просто, смотри. Ему, значит, где-то там могут сожрать рожу. Но утрата, тотем утраты появляется только если мы играем кем-то другим. В соответствии, но... Мы либо будем играть либо Майком, либо-либо... Либо Джессикой, либо еще кем-то. Если она живая, конечно. Но, блин, она наверняка жива. И, получается, у него там будет возможность... Блин, мы вроде уже так близки к финалу, а все равно можем всех потерять. Мы уже столько дерьма миновали, а все равно они все могут сдохнуть. Это так обидно. Ой. Это нечестно. Это несправедливо. Вот я ищу где-то там голову могут отщипнуть. Хотя бы даже... Это же... Это же Джессика, да? Два хвостика. Получается, раз, голова... У нее здесь лицо, кстати. Это же Джессика, да? Вот, да. Возможно, это произошло, если бы... Хотя, черт знает. Просто здесь она не такая покоцанная, как вот тут. И, соответственно, значит, мы, наверное, эту утрату миновали. А, вот, смотри, тотем удачи. Может быть, это, кстати, как раз-таки связано... Вот эта штука связана вот с этой вот утратой, где нам показывали, как у него лицо сожрали, да? И нам, может быть, за счет того, что мы нашли этот тотем, повезет, и вот ему никто ничего не съест, и вот это случится. Интересно, все-таки тотемы, вот... Вот это случилось у меня, потому что я не стала этого делать. А если бы я... Блин, жалко, нельзя проверить. Если бы я выстрелила, осечка была бы? То есть тотем удачи бы сработал? Или что? Вот интересно все-таки узнать, как они работают. Ладно, ребятки, болтология закончилась. Я опять рассуждаю два часа. Ой. В общем, двинемся дальше. Будем надеяться, что Майк у нас выживет. Серьезно, если они начнут подыхать, я, честное слово, я буду нахрен выключать игру. Выходить и перепроходить эти моменты. Потому что я столько настрадалась, столько дерьма уже испытала. Я не хочу, чтобы не у меня все передохли. Но, повторюсь, надеюсь, что я как-то буду своими силами справляться, и мне не придется этого делать. Потому что все-таки это, наверное, не совсем честно будет. Не знаю. В такой игре. В общем, не знаю. Посмотрим. Надеюсь, в общем, что эта серия вам понравилась. Какой бы короткой она ни была. И если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Мне будет приятно. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. Будем надеяться, что Майк выживет. Молитесь за него. Держите за него кулачки. Что хотите, делайте. Может быть, это даже поможет. В общем, ребят, всем удачи и до встречи. Пока-пока.